Добрый день, дорогие друзья! Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Нас уже более 500 человек. Это нереально круто осознавать, что кому-то полезны мои опыты, пройденные через шишки. Этот ролик для тех, кто только входит в хобби, а бывалые могут высказаться в комментариях снизу и дать более дельный совет. Меня очень, но очень часто спрашивают людей вконтакте про моторы для долголетов бюджетные. И моторы для долголетов, вообще моторы для коптеров это основная часть затрат в коптере. Я дособирал коптер с моторами, которые перематывал видео по перемотке моторов. Время полета вышло достаточно достойное. Летал не я, а мой хороший товарищ, для которого я дособирал этот коптер. Это его второй полет жизни. Летал он туда-сюда в радиусе пару сотен метров с включенным режимом удержания высоты. Так что этот полет не совсем блинчиком. Последние минут 7 долетовал я аккумулятор в ручном режиме. Не особо заботиться об энергоэффективности полета. В итоге вышло 24 минуты с аккумуляторной сборкой 18650 4С1П. То есть 3000 мА на борту. И учитывая, что этот танк весит 454 грамма без батареи. И полеты происходили на высоте 1400 метров над уровнем моря. Это вполне достойный результат. Почему такой тяжелый коптер? Как мы видим, тут у меня антенна GPS и компас раздельные. И пришлось распечатать два корпуса. Также тут стоит система связи радио L-NOWER. И пришлось под них также распечатать держалки под антенны. Но, видимо, и достаточно массивная держалка тут под антенном видео. Так что общий вес вышел 450 грамм. Даже если вы не готовы перематывать моторы, как я это делал, потому что они сейчас 1200 кВ. Вы можете легко облегчить коптер. То есть мы замените L-NOWER на более легкую LRS от FreeSky или Crossfire. А там вообще он пару грамм весит. Это убрать, поставить нормальный GPS. То есть у нас грамм 20-30 мы сразу скидываем. Кстати, пропы на этой сборке, я на них летал. Они такие эффективные. У меня есть видео по тестам пропов. Мне к гемфаны 7038 просто было лень. Я не люблю балансировать пропы. Это такая морока. Эти пропы больше подходят летать далеко. Не долго, а далеко. То есть они более эффективны на высоких режимах. Если летать со скоростью 50 км в час на них, и на гемфаны со скоростью 50 км в час, то эти пропы расходуют чуть меньше. И вот тут, парни, я отвечу на частый вопрос. Какие моторы за антикризисные деньги? Эти моторы стоят Aliexpress что-то около 9 баксов. На Бангуде, на распродажах, я их вообще, по-моему, брал по 7 долларов. Так что они стоят вообще копейки. Вес каждого мотора 33,5 грамма. Но есть еще более отличный вариант для первых сборов. Это и Макс Эко 2306-1700 кВ. С весом каждого мотора 28 грамм. Что дает нам преимущество перед самгуками. Это более низкое км и суммарный вес 15 грамм мы сразу уменьшаем. Тут, конечно, бывалые пилоты скажут, что добавив по 5-7 баксов на мотор, можно взять вполне моторы из более топовой категории. Я согласен с этим и придерживаюсь этого тоже. Но, парни, сами вспомните, что, входя в это хобби, нам надо покупать аппаратуру, очки, антенны, расходники, провода, не знаю, изоленту, термоусадку. Это все стоит денег. Копейка туда, копейка сюда, в любом раскладе. Если мы сэкономим 20-30 евро на моторах, лучше взять уже половину ЛРС. И на эти суммы можно взять пол-микрокрусфайра. Почему моторы 2306, а не 2207, от тех же самых Рейси Старов, которые я также неоднократно пробовал и вначале когда-то собирал. Первые цифры – это размер статора мотора. Я напомню, я в видео по моторам об этом говорил. От него зависит крутящий момент. То есть вот этот размер статора внутри – это первые цифры, 23. От него зависит крутящий момент. Это насколько мотору легко будет крутить проб на низких и средних оборотах. Вторые две цифры – это высота статора. У нас 0,6. От него зависит максимальная мощность мотора. А так как для дальнолетов нам не нужна мощность 2207, ее с головой хватает и у моторов 2306. И нам более предпочителен крутящий момент в данных сборках, так как ток спокойного полета и зависание коптера на месте меняется не кардинально, а с более высоким крутящим моментом. Кстати, на глаза недавно мне попались моторы от Trebi Hobby на 2306 размера 1700 кВ. Я их не держал в руках, но по мнению коллег по Hobby, это отличные бюджетные моторы. Что касается по рамам, от нее зависит очень много, а конкретно вес самого коптера, потому что если моторы у нас меняются 2-3 грамма сюда, то рамы у нас идут, есть рамы по 70 грамм, последние долины на лет я вообще делал мне раму, там я не помню уже сколько весил, что-то до 50 грамм. Эта грамма весит, рама весит, это Марсианин второй, она весит, если я не ошибаюсь, если я помню 112 или 117 грамм, что-то такое. От рамы зависит, сами выбирайте, потому что на рынке их уйма, чем легче, тем лучше, но не из бумаги. Есть оригиналы, а есть клоны на те оригиналы, тут уж вы сами выбираете. Основой показатель для меня, это не выходить за 120 грамм для сидимого коптера. Тогда на сборке 4С2П можно легко летать 35 минут, не думая об аккумуляторе совершенно, то есть там еще и запас будет. И также токи на сборке лития 1П не будут превышать 7 ампер, на всем цикле и разряду, в спокойном полете. То есть мы не будем убивать тупо БТ-сборки большими токами. Хоть и написано, что там токи у нас 30 ампер, ВТС-6 из литии. Поверьте, когда летаешь даже на 2П с током 30 ампер для двух сборок, то есть это половина их не... Литий горячий прилетает. И горячий, прям горячий. Ну вот тут как-то так. Если кому полезно, я ответил на вопрос про бюджетные моторы, то звоним в бубенцы и ставим лайки. А теперь немного видео снятого с этого коптера. Всем удачи и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok